В первом Тимофея 2.9 написано про одежду. В основном там для сестер на чьих там. Нет, кобцам тоже будет кайф. Первая Тимофея 2.9. Только бы найти. Первая Тимофея 2.9, да? И что тут написано? Чтобы так же и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием. Ну и дальше то, что появлялись в церкви. Читались, да? Чтобы так же и жены в приличном одеянии. То есть ребята, девчонки. Девчонки и ребята. Вот это, это неприличное одеяние. Это никак неприличное. И не стыдливо тоже. Неприличное только для другого мира. Если тебе стыдно, ты никогда не оденешь в такое. То есть в приличном. А если тебе не стыдно, значит это нормально, да? Значит это не входит, там же со стыдливостью. Я говорю, что такое этикет. Это совокупность норм и правил поведения людей. Христиане должны, не то что должны, они обязаны быть, быть христианами. Аминь. Они должны быть. Они должны быть, да. Аминь. Аминь. Почему еще, это одно, почему еще не позволительно так одеваться? Так, не так, я не знаю. Ну, я говорю про так. Наше тело есть суть Духа Святого. Ну, храм Духа Святого. Почему ты сам не представляешь? Вот представьте, ну, если бы вы приходили в церковь, то тут, ну, я не знаю, полфундамента нет. Вы заходите, там, в уюлке, вот так. Ну, я думаю, это неудобная идея. Не знаю, что дело ваше право живущего. У вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Вы не свои. Это 1 Крисе нам 6-9? Да. Это не 1 Крисе нам 6-9. 6-9. 6-9. Ребята, у вас нет выбора, одеваться так или не одеваться. Вы не свои. Аминь. То есть вы должны одеваться прилично, соскогливость. Да. Тут уже не идется ваше, не ваше. Если вы веровали, вы действительно служите Иисусу, у вас нету права на выбор. То есть, так как написано, и нельзя вырвать страницу, вырвать стих. Написано, что будет плохо. Так же в Матфея 5.27.28 там написано про Каин преткновение. Да, мужики. Сейчас это не только для мужиков. Сейчас оно обвернется с другим концом. 5.27. Кто зачитает? У меня. А какая глава? Напфея 5.27.28. Да. Вы слышали, что сказ на древнем не при любодействии. А я говорю вам, что вся такая опытная женщина с населением уже прелюбодействовала с ней в сердце своем. Не дайте, пожалуйста, согрешать в сердце моем. Покупайте книги с Сани, как одеваться в церкви, в магазинах в вашей церкви. Покупайте, пожалуйста, согрешать. Это еще такое местечко-хорошее. Искренняя проповедь, Сань. Как вообще хорошо. Где написано? Там лучше, если тебя соблазняют. Вырвешь. Так это же, да. 29-30. Лучше бы... Ниже? Да. Нежели все тело. Вержин от гиенов. Да, да, да. Если же в правой глазе соблазняют тебя, вы же его и бросите себя. Девчонки, мы... Вот все мы. Мы церковь. Мы невеста Христова. Представьте. Вот вы какой-то орган в этом теле. И вы соблазняете все тело. Вам не страшно, если вас вырвут и откинут? Нет. Страшно, конечно. Нет. Я думаю, сейчас нет, но потом... А должно быть вообще? Чайно. То есть, ну, вот выше то, что вы читали, например, 27-28. Ну, 29, да? 29. То есть, представьте, вы своим одеянием, вы можете быть отторванным и выраженным от тела. Мне страшно. Да, взять и быть отторванным. И все. Ты ненужный. Даже если всему телу будет плохо, без тебя, но все равно оно не помрет. Останется жить. Страшно. А теперь про головные уплыки. А в них-то шумит. Нет. Вот сейчас конкретно для пацанов. Коринфянам 11.4. Нет. Какой Коринфянам? Первая Коринфянам 11.4. Первая Коринфянам 11.4. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, послужит свою голову. Ребята, в церкви есть мода в кепочках ходить. Ага. Мне не смешно. Нет, но так как мы являемся пятидесятической церковью, то мы должны... С покрытой головой девушки. Ну, мы должны в кашу-то головой. Это не в девушкам, это... Девушек волосы покрывают волосы. А я же... А я за себя молчу. Нет, тебе не положено. То есть мужик должен зайти в храм, снять шляпу, там, кепку и все. Он запрошен. 11.14. Да. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Ребята, ну и тут можно взять не только волосы. Если он одевается, манера поведения, одежда, это бесчестье для него. Мужики, давайте будем мужиками. Е-е-е-е! Спасибо, все подешали мне. Я не знаю. Что ты хотела, чтобы вы явили собой веки? Е-е-е-е! Все то, что я хотел сказать. Аллилуйя! Вы знаете, для меня... Заводите на этом месте, в проанализе, да? Когда я попросила с них прекрасных людей поговорить с вами, я не говорила, какую тему вы брали, а поговорить о том, что на сердце лежит. Вот меня удивило, что, знаете, у мальчиков, что не приходится девочкам на женской конференции говорить девочке, одевайтесь правильно, да, там, давайте будем себя правильно вести, что мальчик это сказал. И очень приятно слышать с него, потому что нам часто думается, да что вот такого, да что вот такого, неужели все пацаны такие? А они все такие. Поэтому мы должны, девочки, собраться и не быть камнем претновения, правильно? Да. Вы согласны со мной, девочки? Да. Давайте, мужики, поддерживать девочек. Да, 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 да. Е-е-е-е! Как Саша Коваров сказал, говорит, не будьте камнем претновения для меня. Да. Хорошо, приветствуйте сейчас Арынку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Саня, ты не доставил? А я саня, я не доставил. АПЛОДИСМЕНТЫ Пишите, друзья. У меня такая тема интересная будет. Я хочу вас вдохновить, это даже будет не учение, допустим, да, если ты пока пацанец. Ну, что, я буду... АПЛОДИСМЕНТЫ ПАСАНЮТЫ 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 А вам же что-то хорошо было видно. АВАНЮТЫ АВАНЮТЫ ПАСАНЮТЫ Красавчик. Я буду говорить, вдохновать вас насчёт такой темы очень крутой мечты, мечтания. Вы знаете, что каждый из нас, он сам по себе мечтатель. Даже те, которые говорят, что они не мечтают, они на самом деле мечтают. Кто в последний раз вообще мечтал вот так глобально? Поднимите руку. Я думала, верила, что будет больше, на самом деле. Давайте поздремим все руки, поднимите в больницу. Спасибо. Не, ну, классно, я очень ценю истинность. Я хочу сказать, что знаете, что Бог, Он во всем и все есть, Он везде есть. И в нас в первую очередь. Знаете, что, как уже вы прочитали, что мы есть храм Бога Живого, внутри нас живет Дух Святой. И мечты это, ну, скажем так, такая вещь, которую влаживает нас Дух Святой. Это такая картинка, образ. И очень классно, да, я вот заметила, да, про себя вот, когда я пришла к Богу, ну, я с детства вообще хожу в церковь, да, но само, сам тот период осознавания, что я во Христе, да, и Он есть мой Спаситель, Искрититель. Я помню, я когда пришла домой, я так нагла, на диван, и начала мечтать. и мечты мои были настолько вот обширны, вот я столько вспоминаю, да, я подготовилась, думаю, Господь, ну, я, наверное, уже так и не мечтаю классно, как раньше. Вот, если думаю, ну, я начала рассуждать, думать вообще, что такое мечты, откуда у нас появляются мечты. Знаете, ну, нас никто не учил, и никогда не замечали, что нас никто не учил мечтать. Да, 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 это как-то в нас было заложено. И я верю, что так как мы созданы по образу и подобию нашего Бога, все-таки это вложено и в нем это тоже есть. Это, ну, настолько креативно, вы даже не представляете, насколько вы большие мечтатели. Если так глубоко порыться внутри, можно сколько намечтать? И, знаете, очень важно молиться за это. У кого есть мечты, молиться за него. Они обязательно не будут исполняться. Очень такой классный пример, который меня коснулся очень давно. Я вот вспомнила его за Авраамом. Знаете, такой Авраам? Знаете? Да, Такой бородатый, старенький дедушка. Ну, он не мог иметь детей, точнее, ну, его жена. У них не было детей. Ну да, 90 лет старушки. Ну, ему тоже, да, деда? Правильно. А то, я как бы... Представьте себе, насколько... Мечта, которая, ну, могла бы не исполнить никогда, потому что, ну, природа так заложена, что уже в старости вроде бы как-то не рожают. не рожают. Ну да. Но Бог сказал, мне нет. Да мне нет ничего сверхъестественного. Я сам есть сверхъестественный. Он сверхъестественный. И еще очень такое крутое место с Псаней, когда вот в молитве просите, да, что-то, то верите, что у вас будет. Мечты, ну, это очень важно для нас. Я знаю сто процентов, когда Аня приходит домой, наш лидер молодежки, она мечтает, чтобы наша молодежка была огромная. Аня, когда приезжу домой. Видите, она носит это в себе, ну вот, смотрите, сколько всего она делает. Когда ты мечтаешь о чем-то, ты ставишь себе цель в любом случае. Да? Когда мы мечтаем, мы должны понимать, что, ну, так-то, так-то у нас получится и верить, что у нас обязательно получится. Представляете, так классно и круто. И мы можем мечтать, и это может исполняться все наши мечты. Потому что у нас есть Бог, и Он за нас. Аминь. Классно. Ну, я еще хотела сказать очень важное. Вы знаете, что мы отличаемся на всех? Ну, конечно. Кто вам об этом говорил? Мне вот все говорят. Аминь. Мне? Да. Мне все говорят, Алина, ну, ты живешь где-то непонятно в своих книгах-тосках. Он говорит, да нет, это вы, что-то, это игра на всех. Я живу, как живу, ну, по духу. Мы должны, так как мы христиане, мы должны быть духовными. У нас внутренний мир должен быть на первом месте. Внутренний мир, наше внутреннее состояние. Знаете, когда мы в суете, мы не можем мечтать. Кто замечал? Мы вообще ничего не можем, когда мы в суете. Мы приходим домой, от неустала, вот так себя бросаем на тот диван, еле-то открываем Библию, ну, шо, помолиться, али нет. Молимся, да, такие уставшие. Я думаю, Бог этого не хочет. Думаю, хочет, чтобы мы приходили такие вдохновленные, да, допустим. Мы рассказывали все мои мечты. Он очень, между прочим, будет рад, если мы будем рассказывать, все свои желания открывать. Это, это такое, ну, как бы доверие, скажем так, даже. Мечта, это образ или картинка, очень такая яркая, которая у нас, внутри. Я думаю, Бог мечтает сам по себе. При сотворении мира, я думаю, Он мечтал, как это будет. Он все уже знал наперед. Представьте себе, насколько Он все это продакшировал. Глобит, да, Бог мечтает? Я думаю, да. Он мечтает. Женя, как думаешь? Не начинается. Мы целую, ну, не целую неделю, где-то со вторника, я уже, наверное, снег, да, перетарманирую. Вы думаете, Бог мечтает? Конечно. Мальчик, я вы думаете. Очень я. Дима? Дима. Я отвечу за Диму. Я думаю, да. Да? Да? Пописать. Как ты думаешь, что ты мечтатель? Я такой мечтатель. Классно. Как вы думаете, стоит вообще мечтать? Да. Ну, хоть помечтать. Ты хоть помечтать? Нет, ты знаешь, что твои мечты, они не исполнятся? Люди, Бог будет вам благим, если Бог не исполнит все мои мечты. Я абсолютно благим. Милость вам будет, если Бог не исполнит все мои мечты. Мечта не считала, нужно идти к этой мечте. Что такое мечта? Это цель? Да. Или мечта это... А мечта это мечта, цель это цель. Мечта это как бы цель и мечта. Что такое мечта? Это то, что ты думаешь, а цель... А цель... То, что ты хочешь, но это у тебя нема. что ты идешь, допустим, уже... Мечта и цель это разная? Да, конечно. Да нет. Мечта? Мечта? Давайте. Короче, смотрите, есть мечта, есть разный тип человека. Например, я могу сказать про себя, что если я мечтаю, например, что-то, да, там, я жила, но эта мечта это как бы цель только далекая, которую я знаю, что, например, я мечтаю о том, что будет у меня там реально в 35 лет, знаешь, ну, о чем-то там нереальном я там мечтаю, о брабусе каком-то там, знаешь, я понимаю, что у меня 22, я его не смогу себе заработать, ну, я реально мечта для меня это. Я буду, ну, постепенно до нее доходить. Когда я себе куплю, скажу, блин, ну, я мечтал 18 лет об этом. А я себе, что он мечтает, но он целый день, всю жизнь себе на хлеб работает, короче, и он больше ничего, он только, так, поместаю и хватит. То есть, что ты думаешь о мечты, нормальный. что мечта, это неравидная цель? Конечно. Нет, разных их человека есть еще. Ну, вот у меня, допустим, мечта, мечта и цель. Али, ну, Алина, давай у Алину, сейчас не скажешь. У меня было по порядку. Ну, мечта, чтобы моя семья вся покажалась. Это моя большая, главная мечта вообще. И я молюсь об этом. Я верю в это. Я просто сажусь и представляю, как мы заходим все вместе в церковь, как мы стоим, как мы, ну, это моя мечта. Я верю, что она исполнится. Я хотел сказать, что мечта и цель, это как два синонима. Они похожи. Ну, то есть, мечта, это то, что ты еще не планируешь делать, а цель, это к тому, к которому ты уже идешь, допустим. Вот, все. В общем, желание плюс цель, равно мечта, да? Ну, Ну, зрело, что она хочет делать, понял. Ой, да, Вань. А, я просто отвлекся. А, давай, что? А, я думал, что ты как раз мечтал. Да, да. Алинка, подруга, я тебе перебил. Да. Да, еще хотела сказать, что распространенная, у нас есть проблема. очень быстро и лежит. Прямо сейчас и мы. Мы очень, ну, это мы мелко мечтаем. Надо по-крутному мечтать. Мы мелко мечтаем. Мы мелко мечтаем. Мы вообще, очень часто, многие из нас вообще перестали мечтать. Ну, да, по-сторому, реально. Это проблема. Когда не исполняется. Да, из-за чего мы мечтаем мечтать? За то, что мы разочаровываемся, о чем? Может, ну, понимаете, да, скорее всего, некоторые мечты, они идут, к ним идут очень долго. И когда мы зачастую не получаем то, что нам сразу нужно, то, что, о чем мы мечтаем, да, мы думаем, то все. Ну, сами мечтаем. Да, все, хватит. Не хочу об этом мечтать, это бесполезно. Правильно мне там говорили, хватит мечтать. Надо заниматься реально. Да. Хотя на самом деле, реально осталось вот так вот. Бог очень хочет восполнять наши мечты. Вот так вот я хотела сказать, вдохновить вас, чтобы вы пришли домой, написали, чтобы вы писать кем, что вы хотели, так положили и сказали, Господи. Я хочу, чтобы вы, ну, поместилось. Вот так. «Семнадцать лет, да?» Ну я серьёзно, у меня это лично раздельно. Я люблю фильмы на трансформеров, на космос. Ну поняли, всё, что связано с космосом. Нет, Жеком. Встретить джедаев в далёком космосе, да? Он из всяких личного автобота. Чтоб убирал дома. Не надо с ботами работать. Сказал мой начальник. В общем, мечтает народ, вы знаете, это как подытожить всю эту движуху. Человек, наверное, без мечты, называйте это как хотите. Мечта, цель, стремление. Не человек. Овощ. Поглянись к соседу и скажи, ты не человек. Ты не человек. Ты не овощ. Что вы говорите? Не овощ. Вот, без мечты. Я хотел бы, чтобы вы сейчас поприветствовали нашего третьего. Третьего человека, да. Это значит, очень мой близкий друг, хороший служитель. И действительно, человек Божий. Я хотел бы, чтобы вы поприветствовали Яну Литвиненко. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думала, ты скажешь, я действительно человек. А можно чуть-чуть мне сюда? Я же Литвиненко. Лёша. Лёша. Лёша! Угу. Всем привет! Еще раз! Меня рады видеть. У меня такая интересная мечта. Ой, мечта, говорю. Не мечты. Теха, вообще, такая духовная. Духовная. Это была у нас человеческая, этика. У меня духовная. Думаю, это самое главное, наверное, в нашей жизни. Правда? Да. Духовная – самое главное? Аминь. Аминь. Да! Мы! Почитаем. Понятно. Хорошо. Я хочу задать вам такой вопрос. Все вы ощущали Божье присутствие? Все ли вы? Конечно. Да. Я хочу, чтобы все вы сказали. Да. Да. Ощущать, да? Да. А кто-то может сказать, что это за ощущение было? Необъяснимое ощущение. Давайте послушаем Алину. Ну, вот у меня такое ощущение было, такого покоя. Ну, вообще, ну, ничего тебе не надо. Да. Все. Ты уже полноценный. Уже такой, прям, все. Вот хочется так сесть и так сидеть. И все. Ну, это просто мил. Вот такой покой. Ну, просто ничего не хочется. Хочется просто так сидеть в его присутствии. И все. Мы сражем. И пред ними псалтирь и тимпаны, да? То есть можно сравнить с гитарами. И свирель, и гуси, и они пророчествуют. И дальше очень интересный стих написан. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Сделаешься иным человеком. Значит, другим человеком. Когда на тебя сойдет Дух Святой, ты поменяйся в корне. У тебя что-то изменится внутри. То есть и ты родишься свыше. Ну, о Сауле, конечно, печальная история дальше. Но все-таки, когда Дух Святой здесь написано, да? «Найдет на тебя Дух Святой, и ты станешь иным человеком». Ты будешь пророчествовать. Ты вместе будешь с верующими. Ты просадать Господа. О Боге говорить. У тебя же меняются отношения к другим людям на работе. То есть это не только духовность в Церкви. Это везде ты меняешься. Когда приходит Дух Святой. И, оказывается, он что-то там, наверное, ощущал. То есть изменяются ощущениями. Когда, допустим, любовь влияет на нас. Когда к нам с любовью относятся, мы меняемся, правильно? У нас есть желание что-то делать хорошее. Когда в нас верят, правильно? И мы, когда в нас верят, мы и делаем что-то доброе. Так вот, Дух Святой в нас такое чудо делает. Хорошо. И давайте еще откроем Римлянам первую главу. Давайте только быстро у нас. Римлянам первую главу. И все-таки Божье присутствие, оно классно, правда? Да. Когда на нас уходит печаль, Бог нас исцеляет, да, в перед нам радость. Но как нам приобрести вот это Божье присутствие? Мы же не часто это чувствуем, правильно? Или бывает еще все время? Нет? Не всегда? Нет. Ну а как же нам приобрести это чувство? Значит, первая глава с 27-го. «Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского гола, разжигали спорты друг к другу. Мужчина, мужчина, делая страну, получая всеми себе должное возмездие за свое соблуждение. И как они? Не заботились иметь Бога в разуме. Я подчеркиваю это так. Не заботились иметь Бога в разуме. Кто предал, и Бог привратил ему делать непосредства, так что они исполнили всякую неправду туда и перечисляются. То есть не заботились иметь Бога в разуме. А что это значит? Позаботиться, чтобы Бог был в разуме. А по-простому это как? Это просто думать о нем. Правда? Да. Это просто размышлять. Может ты едешь в транспорте или где-то ты размышляешь. Или я помню раньше, когда там, ну давно жила отсюда далеко. Какая церковь. И вечно вот специально ехала на троллейбусе. 30 минут я ехала, чтобы просто подольше помолиться помню. Вот мне так нравилось. Не то, что на маршрутке можно. И я помню, сяду в самом конце, шумно, ничего не слышно. И я молюсь, так что-то пою, так что-то рассказываю. Ну это было так классно для меня. Или тоже. Чищу дома зубы, да? И рот занят. И для меня прям такое помазание. Я поднимаю руку просто. И я просто мысленно. И мне так хорошо. Прям Божье присутствие. Не раз. И для меня это что-то такое особенное. Я люблю заходить в ванну, я чищу зубы, руку поднимаю. И мне так приятно. Я реально чувствую Божье присутствие. Ну это лично мое. А как ты, может, в свое же то дайди? Вот. Ну на мою посуду, я так младшу. Слушай, у меня ты, я тебе говорю, если будешь у меня посуду за мной, но тебе будет посуду вот так вот. Сомневаюсь, сомневаюсь. А мыслите о Божье у нас откуда приходит? От того, что мы читаем слово Божье, правильно? Да. Мы читаем слово Божье, и оно у нас крутится в голове. И мы думаем, представляем вам, какой он, какой он добрый и всякое такое. А есть момент, когда мы не чувствуем Бога? Есть, да? Да. Бывает, что вообще не чувствуешь. Такая сухость. Вроде бы пошел помолиться, и ничего. Слова как идут, как камень. Как кто-то говорил, как камень. Слова падают, и все. Бе, ме, два слова сказал, и тебе ничего не идет. Ты уходишь тем же самым чувством. То, как вы думаете, зачем Бог такое чувство позволяет? Ну, во-первых, что нас приводит в такое состояние? Это грех, да? Может грех нас отделять от Бога. И присутствует Бога. И присутствует Бога нет. Или иногда Бог нам дает искать и жаждать, чтобы найти. Ну, я сама признаюсь, допустим. Бог меня очень сильно благословляет. Мне классная работа. Дома все классно. В церкви. И бывают такие времена, что так все хорошо. Ты перестаешь как-то молиться. Ты весь удовлетворенный. И как-то все так лояльно, лояльно, все хорошо. И жажды даже нету Бога искать. А вот когда приходит момент такой акции, ты прямо начинаешь жажгать, ты начинаешь искать. Боже, я хочу твоего присутствия почувствовать. Вы со мной? Да. Да. Получаете что-то? Давайте второе кариферное 5-7 открыли. Нашли? Второе кариферное 5-7. Здесь надо знать. Ибо мы ходим в веру, а не в видении. Ну и в том, можно сказать. Ибо мы ходим в веру, а не в чувствах. У нас может быть плохое настроение, но это не означает, что мы должны грубить друг другу. Правильно? И это не означает, если нам плохо, и мы типа одеваем маску. Это не маска, это жертва. Это значит жертва. Если нам даже плохо или настроения нет. И еще такой, открою секрет. Не всегда даже лидеры проставления чувствуют Божье присутствие. Но они верой знают, что Бог всегда достоин славы. То тебе хочется славить или не хочется петь, но он знает, что он всегда достоин, не в зависимости от того, что я чувствую. Это делает нас фундаментальными христианами. Даже если не всегда мы чувствуем. Бог все равно рядом. Нам надо помнить, что он все равно нас любит. И он рядом. Аминь. 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 Читаем. Аминь. Читаем, да? Да. Вы одни сказали Бога. Не ощутят ли его. Значит все-таки есть возможность ощутить Божье присутствие. Да. И хотя он и недалеко от каждого из нас. Он близко всегда. И такая, вчера у меня тоже какое-то непробивное состояние было. Вроде молюсь, готовлю как бы слово и не могу пробиться. И именно пробую о чувствовании Бога. И не могу чувствовать. И такая думаю, блин, мне надо время, мне надо еще помолиться. Ну когда это время выделить? И там еще навстречи, и там еще встречи, еще встречи, какие-то дела. И пришла до сестры и думаю, что же. Ой, это же мне время. Надо будет как-то выделить, потому что еще долго буду сидеть. И так это завели мы тему, говорю, что об этом слове. И говорю, что не могу пробиться. Ну вообще. И как-то в какой-то момент, прямо вот так классно. Мне сестра что-то начинает говорить. И это Ють. Да. И она что-то такое сказала, что я прям как откровение. Думаю, а это может меня Бог проверяет? У меня такая проповедь. И единственное, что я буду делать? Что я не чувствую. И что я делаю? И тогда мы не чувствованием ходим, а верой. Что Бог все равно рядом и Он близко. И прям прорыв такой. Фу. И я поняла, что Бог со мной. Бог со мной. И тогда и почувствовали. И пришли чувства. И такой мир. И потом тех людей, с которыми тяжело общаться или там, тяжело как-то прости там. И легко все проходит. И общение. И я уже свободна. У меня ничего не штопорит. Такое вдохновение, что Бог недалеко от каждого из нас. И если мы жаждем, главный ключ ощущения Божьего присутствия – это жажда. Вот я жаждала вчера. И я даже просто на одну минуту. Она вышла из комнаты, и я тогда на одну минуту хоть бы почувствовала больше присутствия. Боже, она почувствовала. Понимаете? Это жажда. И он приходит на жажду. На желание. Приходим в церковь. Если ты не будешь до этого жаждой, ты на проследовании можешь ничего не почувствовать. А если ты пришел, и ты в каждом слой, в каждом проповеднике, ты слушаешь, можешь что-то услышать. Так что я воздохновляю, жажду. Жажду, жажду, чем Бога, как же присутствие. Она реально. Аллелуя! Вы знаете, очень часто я замечала по себе, Бог приходит сюда, когда я говорю о Боге. Мне всегда надо молиться, чтобы ощутить Бога. Бывает, я говорю о Духе Святом, и меня внутри прям переполняет присутствие Духа Святого. Представляете? Буквально сегодня мы с Леной разговаривали, мы говорили о Боге. Говорили о том, как Бог может спасать, избавлять страх, избавлять от всего. И я ощущала Бога в конференц-зале, мы когда сидели разговаривали. Я ощущала Бога. Ты сам присутствие Бога. А сейчас переходим к не менее важной части. Сейчас, пожалуйста, мы разделяемся на команды. Первый лидер команды, Леша и Яна, просто встаньте сюда. И он, сюда встань. Настя и Карина. Теперь вы все выходите. Выходите, Юня, выходите. Встаньте куда хочешь. Возьми свою подружку красивую, впереди тоже. Юленька, Оленька тоже. Все, все, все. Хочешь? Да. Я потом вас возделю. В любую команду. Да, в любую команду. Капа, ты понимаешь? Нет? Ты тоже. Волю. Ну, ты рожарик. Так, за меня. Так, за меня. Все, все, все. Все, все. Все, все. А? Тебе понравилось. Спасибо. Сейчас. Ты чего? Я вам сейчас вам понравился. Как мне сказали? Что, Андро? Снизу ли меня? Я уже подруги. Окей. Хорошо. Поднимите руку, кто у Карины. Хорошо. Кто у Карины поднимите руку. Самый ученик Анина. Юша. Вас четверо. А поднимите руку только один. Давай, ты их подержишь. Да, да, да. Да, да. Все. Разделитесь хорошенько. Разделитесь в шагове и киловатной команды. Андрюха. Почитайте, сколько человек. Один. К честке. К честке. Да, да. К честке. К честке. К честке. К честке. Ого. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы еще увидимся. Ого. Окей. Что мы делаем? Сейчас в каждой группе есть фотоаппарат. У Леши, Сианы есть фотоаппарат, сейчас будет фотоаппарат. Я вам не боюсь. У Карины тоже. Тима, нет фотографии от наших яиц? Нет. Мы все нет. Баба нет. Баба нет. Баба нет. Все. Теперь вы идете на улицу. И в течение получаса, я засекаю, в течение получаса вы ищите фотографию на три темы. Первая тема. Мечты. Этикет и присутствие Бога. На следующей молодежке у нас будет биг-молодежка. Вы все помните? У нас биг-молодежка в Большом Старе. Поэтому на следующей молодежке мы определим победителя конкурса. Поэтому сейчас фотофест. Давайте поднимемся руку к Богу. Скажем Господь, благослови Господь. Благослови Господь. Благослови Господь. Правильные мысли. Слава Чеденец. Все. Пока. Пока. Поехали. 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 Продолжение следует...